МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благодаря химкинским учителям вчерашние школьники поступили в лучшие вузы страны и набрали высокие баллы на экзаменах. Депутат Государственной Думы Ирина Роднина не понаслышке знает, что такое учительский труд. Я могу сказать, даже как тренинг, я безумно радовалась, когда я поднималась на педестал почет. Но когда стали подниматься мои ученики, поверьте, это когда более высшее награждение торжество. Торжество того, что твой ученик все это воспринял и мог показать. Быть учителем не просто. Это сложная, но благородная профессия, которая требует постоянной самоотдачи. Так говорит председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. Каждый из вас – это уникальный человек. Человек, который не побоялся взять на себя ответственность за наше будущее. За будущее наших детей. За будущее нашей огромной, великой и прекрасной страны. На конференции подвели итоги прошлого учебного года и по традиции наметили планы на будущее. В новом учебном году продолжится строительство и реконструкция школ. Откроют профильные классы и точки роста в учреждениях образования. В этом году в школы Химки за полгода пришло около 200 новых учителей. Это связано, мы знаем, с директорским корпусом, тем двум мерам поддержки, которые были видны Министерством образования Московской области. Компенсация аренды жилья и грант на привлечение новых педагогов. Не обошлось без приятных сюрпризов. На конференции лучшие педагоги получили грамоты и подарки. Анна Супрунова работает в 15-м лицее. Она продолжает династию педагогов. В этом году Анна подготовила троих стоп-бальников по русскому языку и литературе. Профессия учителя, знаете, я всегда говорю, что это диагноз. Либо ты заболел, и ты уже не излечим. И ты каждый день приходишь в школу с радостью. Ты видишь глаза детей, ты видишь радость, желание их творить. И, наверное, это позволяет и самой не останавливаться, все время заниматься самообразованием и идти вперед. Среди награжденных не только опытные педагоги, но и молодые учителя. Дарья Павлова недавно закончила школу Лига первых. В этом году вернулась в родные стены. Правда, теперь в новом статусе. Она учитель начальных классов. Очень важно возвращаться туда, где все начиналось. Мне кажется, вообще все рано или поздно задумывались когда-то в детстве, чтобы быть преподавателем. Наверное, для меня это просто было что-то, что всегда меня сопровождало – работа с детьми. Уже в понедельник школы городского округа вновь распахнут свои двери. Сотни педагогов встретят детей. И, как говорят учителя, каждого из них ждут новые победы и открытия. Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.